Более 8 тысяч человек приняли общественные приемные Центром гуманитарных программ с 2015 года. По самым разным вопросам обращаются жители Абхазии к правозащитникам. И чаще всего эти проблемы выходят за рамки юридических. Поэтому сотрудники ЦГП сотрудничают с различными общественными организациями, чтобы оказывать многостороннюю поддержку населению. Очень тесно у нас сотрудничество происходит с социальными службами, потому что они обращаются к нам, когда их бенефициары нуждаются в правовой поддержке. И мы к ним обращаемся, когда мы видим, что семья, которая нуждается в таком сопровождении, то мы тоже просим их взять на свой учет эту семью. По словам Дианы Кирселян, самая частая проблема, с которой приходят к ним общественные приемные, это документирование, то есть получение гражданства или вида нажительства. Как говорят юристы, эта проблема касается всего неабхазского населения республики. Обычно было такое мнение, что это в основном проблемы восточных районов. Но на самом деле эта проблема коснулась все неабхазское население Абхазии. И очень многие люди других национальностей сталкиваются с теми же проблемами. Получение паспорта, необходимости доказывать свое гражданство и так далее. Диана Кирселян рассказала о том, как коллизии в законодательстве приводят к тому, что люди не могут адекватно взаимодействовать с государством, в котором живут. По большей части это касается Гальского района. То есть если у человека никогда не было, ну он в силу разных причин не смог получить абхазский паспорт, и он подал сразу, обратился, подал на ВНЖ, да, ему необходимо каким-то образом доказать свое проживание, показать либо, ну показать прописку, собственно говоря, которую он просто не может иметь, потому что у него не было документов удостоверяющих личность, где могла бы стоять эта прописка. Либо такое новшество у них требует, значит, регистрации, как иностранный гражданин. То есть они говорят, ну вот они же граждане Грузии, значит, они должны получить въездную визу и зарегистрироваться как граждане Грузии. Мне кажется, это совершенно сейчас новое прочтение закона, которое не учитывает особенности жителей Гальского района. Диана Кирселян напомнила, что в четвертом созыве Народного собрания Абхазии был Комитет по правам человека, и депутаты более чутко относились к подобным проблемам. Она призвала и нынешних депутатов к сотрудничеству, ведь цель у правозащитников и у депутатов одна – сделать жизнь населения Абхазии проще и лучше. И хотелось бы все-таки донести до депутатов парламента о том, что это очень важная сфера и заручиться такой вот поддержкой, что ли, и пониманием того, что мы могли бы вместе какие-то вещи актуализировать и пытаться решать, что-то предлагать. У нас есть как бы такая экспертиза, такие возможности какие-то делать законодательные разработки, которые можно было бы потом в парламенте дальше. Кроме того, как рассказывает юрист, вся работа некоммерческих и неправительственных организаций, в том числе и ЦГП, сопровождается негативным информационным фоном. Для нас так болезненно, когда мы видим, что вот все время в социальных сетях, к примеру, поднимается с негативной стороны роль правозащитников, некоторыми людьми, анонимами, да и не только анонимами. И поэтому вот хочется как бы такой посыл, что ли, этим людям сказать, что мы это делаем, мы занимаемся защитой прав человека, потому что мы считаем важным, потому что много людей в нашей стране сталкиваются с этими проблемами, и им необходима поддержка, им необходима помощь. А Арденала по еще раз подчеркнула причей поддержки, с кем и зачем работает Центр гуманитарных программ сегодня. В обществе идет дискуссия, не всегда объективная, о роли гражданских организаций, неправительственных организаций, как говорят, перекрывая суть нашей работы тем фактом, что мы сотрудничаем с международными организациями. Но вот данный, допустим, проект, в рамках которого сегодняшняя дискуссия произойдет, он поддерживается одним из департаментов Организации Объединенных Наций, УВКБ. Понятное дело, что у нас есть какие-то критические, так сказать, наблюдения по поводу этой организации, но более мощная, более значимая, более уважаемая международная организация просто в мире не существует. И, в общем-то, Абхазия хотела бы получить доступ к площадкам ООН, чтобы озвучивать свою позицию, особенно имея в виду конфликтные наши отношения. И когда-то мы надеемся найти место в этой организации, поэтому с этой организацией просто необходимо сотрудничать. Также за круглым столом обсудили вопрос закона о бесплатной юридической помощи. Сегодня, по сути, эту работу выполняют общественные приемные. Но гарантии такой помощи от государства нет. Мы, конечно, видим, что вот тех юридических основ, которые сейчас у нас есть в законодательстве, недостаточно. Но наша Конституция гарантирует каждому человеку право на государственную судебную защиту, но она не говорит о том, что эта гарантия касается возможности получения безвозмездных правовых услуг. Спрос на юридическую помощь, он значительно шире вот этого официального гарантированного предложения. И здесь мы видим вот такой существенный разрыв между тем, как законодательство определяет их, какова практика. То есть деятельность общественных организаций, она существенно опережает и вот те законодательные основы. И мне кажется, что этот разрыв законодатель тоже должен учитывать. В дискуссии за круглым столом приняли участие правозащитники, чиновники, депутаты, общественные деятели. А цель – показать, насколько важна помощь населению в области прав человека, насколько она востребована и какие шаги нужно предпринять еще, чтобы помощь была максимально эффективна.